Беларусь и Китай заключили новые соглашения на поставку торфяной продукции. Первые партии отправятся в Поднебесную уже до конца года. Наша республика находится в мировой пятёрке по добыче торфа, а также входит в топ-15 экспортеров. За полгода 2023-го в Синеокой добыли 1 миллион 200 тысяч тонн топлива. В Беларуси создадут реестр перевозчиков. Введение такого списка коснётся городских и междугородных маршруток, машин-такси. Туда также войдут диспетчеры и другие участники процесса. Главная цель – обеспечить безопасность пассажиров, устранить недобросовестную конкуренцию среди водителей. В республике впервые пройдёт национальное исследование качества образования. В планах проводить его раз в три года. В 2023-м участие примут более 20 тысяч учащихся 10-х классов и первого курса – учреждений общего, среднего и среднеспециального профиля. Такое изучение поможет оценить уровень развития учеников во всех сферах. В Беларуси изменился порядок выписки рецептов на лекарства. По новым правилам выдавать их теперь смогут медработники со средним специальным медицинским образованием, которые самостоятельно ведут приём по своему профилю. Также изменения коснулись и самих сведений. Необходимо указывать лекарственную форму, дозировку, количество и способ применения. В ночь на 20 ноября карточки некоторых банков могут не работать. По информации Банковского процессингового центра, причина в проведении технологических работ на оборудовании. С 3 до 6 утра возможны недолгие перерывы в обслуживании кредиток, а также в пунктах выдачи наличных и банкоматах.